Колдуны, маги и целители, способные на любое чудо. Порой то, с какой легкостью люди отдают им большие и часто последние деньги, иначе как сверхъестественным не назовешь, говорят полицейские, расследующие потом дела о мошенничествах. И только после того, как люди понимают, что их обманули, начинают ясно отличать реальность от мошенничества. Но магов и чародеев к тому времени найти бывает очень трудно. Станислав Яковлев о надежде, обмане и способе его избежать. Мне очень было плохо. Ночью я даже не спала. Я часов в пять утра начала искать газету, чтобы обратиться за помощью какой-нибудь гадалки. 58-летняя Челнинка в помощь иных сил, кроме как высших, уже не верила. Посредника нашла быстро. Описав суть проблемы, услышала вердикт. Помочь можно, но не бесплатно. Перечислила сначала 7 тысяч рублей и стала ждать результата. Избавление от несчастья было дистанционным. Ни высших сил, ни женщину-посредника пенсионерка не видела. Естественно, они не требуют, да, вот эти денежные средства. Они очень аккуратно вас к этому подводят. То, что вот такие-то услуги могут стоить столько-то рублей. Излечение там вот на лекарства необходимо столько-то рублей. Мы вам эти лекарства пришлем. Пока дистанционно попробуем позаниматься. Излечить ясновидящие берутся все, что угодно и что не под силу современной медицине. Для тех, кто, несмотря ни на что, все еще сомневается, у лжецелителей припасены и наглядные пособия. Вроде чернеющего яйца и подошедших в нужный момент якобы благодарных исцеленных. Говорят и говорят и говорят, а вы все слушаете, слушаете, слушаете. И потом уже в какой-то момент вы теряетесь и уже готовы благодарить тем, что у вас есть, скажем так, золотые изделия, деньги, вот это отдают и потом только понимают, что их обманули. В случае с челнинской пенсионеркой гадалка на 7 тысячах рублей не остановилась, потребовала еще. Она стала на меня психологически давить, положи на карту 33 тысячи. Вот, тебе жалко, да, тебе жалко вот так вот давить она мне, на психику. Женщина хоть и сомневалась, но все равно перечислила ей эти деньги. Потом, подумав и сравнив свое состояние до улечения за 40 тысяч рублей, и после, и не ощутив изменений, обратилась в полицию. Посредник между мирами к тому времени уже перестала брать трубку. Перед стражами порядка теперь стоит непростая задача найти лжецелительницу и доказать, что с высшими силами она не связывалась и искренне помочь пенсионерке не хотела. Пострадавшая же челнинка после курса такого лечения теперь ясно видит обман. Станислав Яковлев, Айрат Назипов, Амир Залюшев. Вызов 112.